МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар в деревянном жилом доме по улице Кирьянова в пролетарском районе Твери. Часть дома 1936 года постройки вспыхнула в один миг. С улицы стали кричать проходящие. Но уже открытое горение было? Да, видно было. Дым. Пожарные, говорят очевидцы, приехали оперативно. Именно огнеборцы в ходе тушения огня увидели внутри сгоревшего строения бездыханные тела двух человек, мужчины и женщины. Именно они проживали в этой части дома. То есть получается дом на трех хозяев? На место возгорания выехали прокурор пролетарского района Твери и руководитель Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери Регионального следственного комитета. По факту гибели людей назначено проведение доследственной проверки. Нам удалось выяснить, что в этой части дома жили несколько поколений. В последние годы здесь обитали 98-летняя пенсионерка, ее 70-летняя дочь с гражданским мужем. За два дня до пожара 70-летняя хозяйка похоронила свою 98-летнюю мать. Возможно, в этот день поминули усопшую. Не исключено, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Дедушка мог там маленько выпить, но не так, чтобы он ходил где-то. Нет, нет, вот по чуть-чуть там и все. Бабушку я вообще никогда не видела, чтобы она что-то выпивала. Но мог закурить он? Да, мог закурить. То есть, возможно, что закурил, помянули бабушку. Если только так, они постоянно на улице всегда курили. Я не видела, чтобы они в доме, они всегда, вот у них лавочка, всегда, даже зимой они всегда курили на улице. В ходе проведения доследственной проверки назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Решением выездной коллегии 2-го западного окружного военного суда признан виновным житель Тверской области, причастный к оправданию террористической деятельности. Противоправная деятельность 43-летнего мужчины пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. В ходе расследования уголовного дела доказана причастность фигуранта к совершению преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Продолжение следует...